Прожить боль, страсти, утраты, любовь и не спешить. Жить с открытой душой. Так жил Мольер, великий комедиограф, король сцены и великий грешник. Его судьба и трагедия в спектакле «Кабала-Святош» по пьесе Михаила Булгакова. В премьерной постановке театра «Сфера» ружевные наряды, музыка барокко и потрясающая актерская игра погружает в атмосферу изящной Франции, эпохи Людовика XIV. Момент написания был совершенно необычный, необыкновенный и страшный для Булгакова, потому что он стал писать ее тогда, когда у него запретили все. Когда запретили все его пьесы, он оказался в совершенно безвоздушном пространстве, отрезанный вообще от зрителя и почти без средств существования. Писал письмо Сталину, что-то сказать я не могу так, помогите. И вот именно в этот момент он окунулся в эту судьбу. Жан-Батист Бакленда Мальера не знает, что Армандо не сестра, а дочь Матлены Бижар женился на ней. В нашем таком суетном сейчас мире, такую человеческую настоящую драму, трагедию, нам сложно уже играть. Я жила с двумя, с Мальером и другим человеком, и прижила дочь Армандо, и всю жизнь, всю жизнь я терзалась, не знаю, чья она дочь. Я хотел сыграть человека истого, фанатично верующего, верующего без сомнений, что, на мой взгляд, не есть хорошо. Потому что вера фанатичная, она, конечно, порождает горе, страдания. Вера с разумом, с раздумьями, с сомнениями порождает свет. Ну почему? Ну почему вы его не кололи? Вам что за дело? Он бросил спагод. Бал вам! Конечно, чувства настоящие. Просто в силу своей молодости, мне кажется, она несколько запуталась. Но, как показывает история, что она была до последних дней жизни Мальера с ним. И помогала его хоронить. И, в общем-то, она никак в пьесе, она не ушла от него. Я не вижу морщин на твоем лице. Ты так смелый, так велик, что у тебя не может быть морщин. Ты Жан! Ты запахи. Ты Мальер! Бутон относится к Мальеру практически как мать, к сыну. Он переживает больше всех за него. Относится не как к своему какому-то там начальнику или, да, вот, к кому он должен прислуживать, а как к родному человеку. Эх, ну, то он свечи, говорит, зажжем. Я приду к небесу. Для меня самый основной конфликт пьесы, конфликт людей, которые живут по сердцу, по таланту, по велениям души, по своим страстям естественным, человеческим, с теми, кто живет по правилам, по требованиям политики, власти, стереотипа, порядка. Я, так сказать, вот, и конфликт этот вечный и, к сожалению, наверное, неизбывный и неразрешимый. И с такими личностями, как Мальер, он приводит к трагическим финалам. Субтитры создавал DimaTorzok